Добрый день! Я рад приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы поговорим о единоборствах и в частности о айкидо. Я думаю, большинство людей знают о этой системе самозащиты. И сейчас я хотел прояснить некоторую ситуацию. Очень часто слышу от людей, которые занимаются боксом, кикбоксингом, тайским боксом, что айкидо не работает. И человек, прозанимавшийся хотя бы год боксом или кикбоксингом, другими ударными видами спорта, которые подразумевают состязания, соревнования, легко в драке разберет спортсмена, который занимается айкидо даже много лет. И действительно, очень часто это так. Почему же так происходит? Выскажу свою точку зрения. Я считаю, что я имею на это право. Несколько лет я тоже занимался единоборствами, интересовался. Сейчас продолжаю поддерживать свою форму. И сейчас хочу высказать точку зрения, которая не является моей. Об этом мне рассказал мой тренер. А он является очень опытным специалистом, каких я, в принципе, очень мало встречал в жизни. Итак, почему же айкидо не работает против бокса и других ударных видов спорта? Для того, чтобы это понять, нам нужно вспомнить историю создания айкидо. И, в частности, историю жизни его основателя, Уисибы. Этот человек, он прошел в своей жизни несколько очень жестких школ джиу-джитсу. Не айкидо, а вот именно джиу-джитсу. И там, как рассказывают очевидцы, бывали такие школы, что свободно могли сломать на тренировке руку или нанести какую-то другую травму. Это были полноценно контактные виды единоборств. И он во всех этих школах стал лучшим учеником. То есть, он все это прошел. И только потом он создал вот эту мягкую систему айкидо. А большинство людей сразу идут в айкидо, начинают сразу заниматься им. И после этого, естественно, они не могут противостоять другим видам спорта. Почему так происходит? Потому что люди, которые сразу начинают заниматься айкидо, они не получают определенной подготовки. Они не знают, как идет удар боксера. Не умеют его парировать. И поэтому, как говорит мой тренер, для того, чтобы заниматься айкидо, нужно это делать по пути Уисибы. Сразу нужно пойти и лет 8-10 позаниматься какими-то контактными видами спорта. Тот же бокс, кикбоксинг, тайский бокс, чтобы вам, во-первых, поставили удары, кроме того, чтобы вы поучаствовали в контактных поединках, чтобы вы понимали, как идет удар, как его парировать, почувствовали его силу. И только после этого, да, вы можете заниматься айкидо и будете успешны. Точно так же это касается работы против ножа. Если человек сам не умеет работать ножом, то он никогда не сможет отобрать нож или как-то выбить его или что-то противопоставить. Это тоже аксиома, которую знают люди, которые работают в этой сфере. Вот, на мой взгляд, в этом и заключается проблема людей, которые сразу идут в айкидо и потом удивляются, почему у них ничего не получается. Почему у них ничего не получается в драке или в поединке с представителями других контактных видов спорта. На этом у меня все. Если понравилось видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, делайте репост этого видео. Если у вас есть свое мнение, отличное от моего или совпадающее с моим, пожалуйста, выскажитесь в комментариях. Я думаю, это будет интересно всем. Всего доброго. Желаю вам хорошего настроения и отменного здоровья. Субтитры сделал DimaTorzok